добрый день уважаемые друзья возможно у кого-то добрый вечер потому что вижу раиса написала привет салтая алтай а так думаю где-то плюс 5 часов по отношению к москве соответственно там уже 18 как минимум да это уже вечер вот слышно ли видно меня хорошо поставьте пожалуйста плюсики в чате если все в порядке вот возможно кто-то из вас сегодня видел сообщение в наших чатах приветствуем наталью народ приветствуем раису то есть у нас сегодня скажем так география не то чтобы громадная да она достаточно обширная потому что от алтая до нарвы ну как минимум 6 часов временных поясов да вот на вебинаре сегодня будем с вами говорить о двух вещах важных первые из них это скажем так само название вебинара партнерская программа компании skyway capital то есть инструмент который дается в руки каждому нашему инвестору при желании вы можете становиться скажем так успешными еще до выхода группы компании skyway на международный рынок инвестиций благодаря этим действиям которые в принципе может делать абсолютно любой человек вторая часть мы с вами еще раз нажмем кнопку верификации я вам просто скажу почему это важно сделать да скажем так об изменениях о начислениях по маркетинг планам касаемо верификации так далее то есть первая часть посвящена маркетингу вторая часть будет посвящена непосредственно верификации процедуре прохождения верификации тогда если у вас есть какие-то вопросы касаемо верификации вы можете их принципе в процессе написать в нашем чате да не сильно отвлекая и так далее вот на что касаемо партнерской программы я сначала хочу вам задать вопрос вот если те люди в комнате сейчас кто активно развивает свою партнерскую структуру ну и кого в принципе как он считает неплохо получается поставьте цифру 5 вот как николай спасибо вам то что написали да наталья написала неплохо почему я попросил скажем так кого то у кого получается написать пятерочку да потому что у нас большое количество партнеров большое количество инвесторов которые на сегодняшний день зарегистрированы на нашем сайте кто-то из них купил пакеты да есть те кто в ожидании сейчас находится но сомнениях возможно да либо скажем так выбирает какой пакет выбрать и долго над этим размышляют то есть считает количество денег которые у них есть думают над тем что если денег где-то занять можно купить больше пакет и так далее так далее да то есть люди зависают на разной стадии принятия участия в нашем проекте я бы рекомендовал таким людям просто взять и начать на те деньги которые сегодня можно выделить безболезненно то есть неважно купить малый пакет средний пакет потому что сделав этот шаг вы уже сможете скажем так в процессе давать информацию своему окружению давать информацию людям которые находятся на расстоянии вытянутой руки это вокруг вас те города где вы живете да возможно в районах областях и посредством интернета вы можете давать информацию на большие расстояния вплоть до того что на другой конец земного шара вот и если вы где-то сомневаетесь да если у вас есть какие-то трудности и прочее вот эти трудности можно сегодня на вебинаре озвучить потому что смотрите всегда на рассказ о маркетинг плане когда мы говорим что здесь можно зарабатывать и неплохие деньги и хорошие деньги и очень хорошие деньги да люди пишут что вот я там пробу меня не получается то есть и как бы редко у нас то пишет что все отлично и так далее соответственно огромное количество людей думаю что у всех остальных точно так же но смотрите три человека уже как минимум и всего-то из 20 то есть можете сами посчитать какой-то процент пишут что все в порядке структура строится деньги зарабатываются они такие же люди как вы они может быть даже постарше да они возможно имеют меньший уровень образования в плане того что у них одно высшее образование у вас их может быть два или три у кого не получается вот тем не менее не просто делают простые шаги дают информацию нашей технологии и в процессе отбора либо в процессе как мы говорим просеивание до камней и поиска алмазов находятся те кто в итоге разбираются в информации принимают решение кто-то становится инвестором что в принципе отлично да потому что они помогают нам развивать нашу технологию помогают нам финансировать строительство экотехнопарка вот и плохо ли если люди просто купили пакеты и ждут выхода группы компаний skyway на мировой транспортный рынок да отлично потому что они уже принимают участие они уже сделали много да потому что сделали шаг в отличие от тех кто сидит и ждет и взвешивает когда же ему начать вот а есть те которые разбираются в информации помимо того что становится инвесторами начинают двигаться в направлении развития партнерской программы потому что не безразличны к теме денег сегодня я знаю что к теме денег не безразлична огромное количество людей все бы хотели иметь скажем так гораздо больше чем есть на сегодняшний день но вот действовать готовы не все кто-то вообще не начинает да хотя скажем так строить розовые замки приходят даже на живые презентации которые у нас проходят целом ряде городов ну в принципе человеку как бы так есть на что жить ему нравится тусовка как мы говорим да позитивно настроены люди те которые куда-то стремятся ему в этом кругу хорошо он приходит домой засыпает и каждый день живет скажем так в этой иллюзии что он принимает активное участие вот есть и люди которые попробовали один два раза кому-то сказать причем сакокса как правило самым близким сами пытались рассказать и в итоге нарвались скажем так на пару зуботычин и после этого посчитали что те кто им эти зуботычины либо затрещины делал словесное да они умнее чем он соответственно раз они умнее сказали что все эта фигня ну повешу я там в роли инвестора может куплю пакет акций будут а тоже сопричастен к этому проекту вот но всегда когда вы получаете скажем так какой-то негативный ответ от людей которым предлагаете данную возможность всегда посмотрите чего они добились редко успешные люди реально успешные да в чем-либо в каком-либо направлении будут вас отговаривать от того чтобы двигались и развивались даже если они не будут с вами принимать участие они не будут вам говорить что вы ненормальный что вы занимаетесь не тем и и так далее так далее то есть успешные люди большинстве своем ценят свои слова да ценят свое мнение вот у них есть определенный уровень авторитета поэтому но наверное в первую очередь такие люди нам наверное нужны да потому что кто-то из них проникается данной возможностью не сразу вот для этого существует большое количество инструментов да первую очередь мы с вами живем уже скажем так в ту эру когда в мире млм бизнеса по сути дела работают видео сервис и действительно мы люди большинстве я ведь свое Leuten говорю что все потому что до сих пор остаются удивляют сила до сих пор остаются те которым надо что-то подержать и почитать да но большинство людей любит воспринимать информацию и на слух и глазами да и некоторые даже записывать то есть принципе это видео у нас большое количество видеороликов о технологии у нас большое количество видео материалов там по презентациям и так далее если вы и будете использовать если вы будете давать эти ролики своему окружению, как правило, у каждого из вас не меньше 300 человек, которых вы знаете, вменяемо знаете к 17 годам. А если вы старше, соответственно, этих людей больше. Если вы не будете их раскладывать по полкам и считать, вот здесь у меня умные находятся, да, в этой части, здесь образованные, здесь там красивые и так далее, и так далее. Если вы не будете за них принимать решение, отдавать возможность ознакомливаться с информацией, то они, в принципе, сами вам ответят. Важно, чтобы вы слушали, когда вы с ними общаетесь, чем они живут сегодня. Потому что у вас огромное количество знакомых, которых, возможно, не видели там полгода. Если вы сразу подойдете к нему и скажете, что не хотел бы ты стать инвестором, да, высокотехнологичный бизнес, вложить деньги, ну, он может вас и не понять. А если вы с ним поговорили, там, за чашкой кофе выяснили, чем он живет и что в его жизни сегодня актуально, то вы можете предложить решение вот того вопроса, который у него стоит остров. Как правило, большинство вопросов в жизни людей на сегодня связаны с деньгами. Не все, потому что есть такие понятия, как любовь и дружба, если к ним относиться серьезно, это то, что за деньги, в принципе, не покупается. Как сказано в фильме «Охота на изюбра», то есть дружбу продать можно, а купить нет. То же самое касается действительно серьезных, скажем так, отношений между людьми и так далее, и так далее. Авторитет тоже такая штука, которую можно, скажем так, приобрести, но в мире MLM-программ, таких как нашим, например, его очень легко потерять. Поэтому я всегда говорю, если вы занимаетесь созданием бизнеса по партнерской программе, будьте честны, говорите людям правду, говорите то, что есть, проверенную информацию давайте, потому что вам через какое-то время, если вы что-то придумали сами, придется краснеть. В этом бизнесе нет начальников и подчиненных. Здесь люди, скажем так, не ходят встроен по вашей команде. Вы можете, если вы успешный лидер, научите к тем шагам, которые делаете вы, но важно, чтобы эти шаги были, опять же, открытые, чтобы они были на платформе, скажем так, ну, таких простых человеческих качеств, как честность, доброта, да, то есть открытость к людям и так далее, и так далее. Ну, казалось бы, в начале вебинара много чего сказал, но давайте мы с вами тогда пойдем следующим путем. Смотрите, действительно, партнерская программа нашей компании, она очень проста, вот, она достаточно красива, потому что я знаю, что существует огромное количество маркетинг-планов, с которыми, скажем так, начинаешь разбираться и голова начинает перегреваться. Вот. Поэтому я вам предлагаю сделать следующее. Мы в первой части нашего вебинара говорим о маркетинге, говорим о партнерской программе. То есть сейчас посмотрим ролик, который кратко дает информацию о том, что из себя представляет маркетинг-план, какие у него есть преимущества, дополируем его немножко словесно, если у вас будут вопросы, я на них отвечу, и, перейдем потом ко второй части нашего вебинара, в которой мы обсудим, что такое верификация, почему она нужна, где она у нас сегодня проходит, да, вот, ну и покажу личный кабинет, где, скажем так, каждому, если вы даже давно зарегистрировались, нужно будет пройти данную процедуру. Поэтому я вам сейчас включаю ролик о маркетинг-плане компании Skyway Capital, вот, ну, более свежий ролик, потому что, может быть, кто-то из вас видел предыдущий, который тоже был в своем, как вам сказать, ну, по своим качествам и красивый, и достоверен, и информативен, этот ролик немножко более доработанный, да, там, диаграмма покрасивее и так далее. Итак, друзья, ролик я включаю, вот, на время исчезаю с ваших экранов. Партнерская программа компании Skyway Capital представлена согласно восьмому этапу развития. Квалификации партнерской программы. Клиент, партнер, консультант, лидер, мастер, эксперт, топ-эксперт. Клиент. Любой человек, который зарегистрировался на сайте и не подписал партнерское соглашение в личном кабинете, является клиентом. Клиент может изучать информацию, которая расположена в личном кабинете, задавать вопросы технической поддержки. Партнер. После подписания партнерского соглашения клиент получает статус «Партнер». Партнер может рассчитывать на следующие вознаграждения от суммы инвестиций в своей команде. С четырех уровней. С первого – 15%, со второго – 4%, с третьего – 2%, с четвертого – 1%. Средства зачисляются на бонусный счет, их можно обналичить. Консультант. Условия выполнения квалификации. Объем личных инвестиций не менее 100 долларов. В первом поколении есть минимум два человека с объемом личных инвестиций не менее 100 долларов. Объем инвестиций первого поколения с учетом личных инвестиций не менее 300 долларов. Консультант может рассчитывать на следующее вознаграждение от суммы инвестиций в своей команде. С пяти уровней. С первого – 15%, со второго – 5%, с третьего – 3%, с четвертого – 2%, с пятого – 1%. Средства зачисляются на бонусный счет, их можно обналичить. Лидер. Условия выполнения квалификации. Объем личных инвестиций не менее 200 долларов. В первом поколении есть минимум три человека с объемом личных инвестиций не менее 200 долларов. Объем инвестиций первого поколения с учетом личных инвестиций не менее 2000 долларов. Лидер может рассчитывать на следующее вознаграждение от суммы инвестиций в своей команде. С шести уровней. С первого – 15%, со второго – 7%, с третьего – 5%, с четвертого – 3%, с пятого – 2%, с шестого – 1%. Средства зачисляются на бонусный счет, их можно обналичить. Дополнительный бонус на акционный счет 15% от общей суммы бонусных начислений. С акционного счета вы сможете приобрести дополнительные пакеты. Вывод невозможен. Мастер. Условия выполнения квалификации. Объем личных инвестиций не менее 1000 долларов. В первом поколении есть минимум 3 лидера, с объемом личных инвестиций не менее 200 долларов. Объем инвестиций в первом поколении с учетом личных инвестиций не менее 5000 долларов. Мастер может рассчитывать на следующее вознаграждение от суммы инвестиций в своей команде. С девяти уровней. С первого – 15%, со второго – 7%, с третьего – 5%, с четвертого – 4%, с пятого – 3%, с шестого – 1%, с седьмого по девятый – полпроцента. Средства зачисляются на бонусный счет, их можно обналичить. Дополнительный бонус на акционный счет 30% от общей суммы бонусных начислений. С акционного счета вы сможете приобрести дополнительные пакеты. Вывод невозможен. Эксперт. Условия выполнения квалификации. Объем личных инвестиций не менее 5000 долларов. В структуре есть три мастера, два из которых обязательно в первом поколении. Третий мастер может быть на любом уровне глубины, но в других ветках. Объем инвестиций в первом поколении не менее с учетом личных инвестиций 10 000 долларов. Эксперт может рассчитывать на следующее вознаграждение от суммы инвестиций в своей команде до 20 уровня. С первого – 16%, со второго – 7%, с третьего – 5%, с четвертого – 4%, с пятого – 3%, с шестого – 1%, с седьмого по девятый – полпроцента, с десятого по двадцатый – две десятых процента. Средства зачисляются на бонусный счет, их можно обналичить. Дополнительный бонус на акционный счет – 40% от общей суммы бонусных начислений. С акционного счета вы сможете приобрести дополнительные пакеты. Вывод невозможен. Топ-эксперт. Условия выполнения квалификации. Топ-эксперт. Объем личных инвестиций не менее 10 000 долларов. В структуре есть три эксперта. Все обязательно в первом поколении. Объем инвестиций в первом поколении с учетом личных инвестиций – не менее 30 000 долларов. Топ-эксперт может рассчитывать на следующее вознаграждение от суммы инвестиций в своей команде. Средства зачисляются на бонусный счет. Их можно обналичить. Дополнительный бонус на акционный счет – 50% от общей суммы бонусных начислений. С акционного счета вы сможете приобрести дополнительные пакеты. Вывод невозможен. Дополнительный бонус за личные продажи в первом поколении. Все пакеты должны быть куплены в течение календарного месяца. Несколько пакетов может быть куплено одним человеком. Для получения бонуса учитываются покупки пакетов акций в рассрочку. Пакеты могут быть куплены как новыми, так и покупавшими ранее пакеты акций партнерами. За каждый пакет, купленный в первом поколении, начисляется по 15%. За пятый пакет уже начисляется 16% и дополнительно 1% от общей стоимости предыдущих четырех пакетов. За купленные с шестого по девятый пакеты в первом поколении начисляется по 16%. Начиная с десятого пакета начисляется 17% и дополнительно 1% от общей стоимости девяти пакетов. За купленные с 11 по 19 пакеты в первом поколении начисляется по 17%. Начиная с 20 пакета начисляется 18% и дополнительно 1% от общей стоимости 19 пакетов. С каждого последующего купленного пакета в вашем первом поколении выплачивается 18% от стоимости этого пакета. Правила и условия партнерской программы. Маркетинг-план накопительный, с момента вашей регистрации. Квалификационным считается первый уровень. Вывод средств. Минимальная сумма для вывода 30 долларов и более на бонусном счете. Условия роста квалификации. Объем личных инвестиций и общий объем привлеченных инвестиций в первом поколении. Минимальная сумма инвестиций для создания постоянно растущего источника дохода 15 долларов. Нет необходимости подтверждать квалификацию. Высокий процент выплат. До 17% от лично привлеченных инвестиций. И от 0,2% до 7% с глубины партнерской структуры по условиям в зависимости от квалификации. Выплата вознаграждений с глубины максимально до 24 уровня. Нет ограничений по количеству партнеров, которых вы можете пригласить в бизнес лично. Нет ограничения по ширине вашей первой линии. Бонусное вознаграждение начисляется в денежном эквиваленте на бонусный счет. До начисления на акционный счет, начиная от статуса «Лидер» в качестве поощрения. Итак, коллеги, вот такой ролик, который, в принципе, показывает все основные положения нашего маркетинг-плана. То есть, все, что необходимо делать, точнее, какие проценты, откуда начисляются. И какие преимущества нашего маркетинг-плана, в принципе, на рынке MLM-программ, на рынке партнерских программ. Важный момент, который еще я добавлю, что, в принципе, в отличие от большинства, от 90 с лишним процентов партнерских программ, в компании Skyway Capital, если вы выполняете условия высшей квалификации по отношению к той, к которой вы были, то фактически в тот же день вы становитесь человеком, который поднимается по карьерной лестнице. Вы видели всего у нас 6 ступеней. То есть, у нас можно назвать, в принципе, маркетинг-планом мгновенных выклад. Он не поменялся. Сейчас кое-какие вещи мы с вами обсудим немножко позже, касаемо мгновенных выплат. Но маркетинг-план нашей компании можно отнести к маркетинг-планам мгновенных выплат. Таких компаний на рынке MLM очень мало. В большинстве случаев денежные вознаграждения, которые, скажем так, вам будут начисляться, вы получаете один раз в месяц, там, первого, третьего, пятого числа в разных компаниях по-разному, следующего месяца по итогам предыдущего. Здесь же вы проделали работу сегодня, ваша структура сделала какие-то действия сегодня, и вам сегодня начисляются денежные средства. Программа настроена таким образом, что раз в полчаса, то есть у нас не мгновенно тут же, а раз в полчаса, скажем так, просчитывается все, что сделано, идут начисления. Вот таким вот образом. Что касается того, что спросила Яна, я вижу, касаемо ролика, я смотрю, что написала Раиса, что у нее возникли проблемы с YouTube. Все ли видели ролики? Просто поставьте плюс, либо минус лучше поставьте те, кто не видел. Потому что эта проблема, в принципе, не на моей стороне. Эта проблема не у сервиса, возможно, что-то, скажем так, с компьютером у вас на приемной стороне. Потому что я так понимаю, раз написал только один человек, потому что обычно, когда есть проблемы, пишет гораздо больше. Далее. То есть кто-то где-то оставил, не знаю, в интернете, кому-то люди переслали, друзья, знакомые, да, и по реферальной ссылке человек заходит, нажимает кнопку регистрации, он становится реферальным партнером того, кто ссылку эту дал. И второй вариант, который у нас бывает, да, просто люди выходят на информационные ресурсы компании через интернет, не по чьей-либо реферальной ссылке, нажимают просто регистрацию, у них нет ни почты, нет ни логина человека, который пригласил, не реферальной ссылке. Они просто попадают напрямую под компанию. Но, то есть у них, как бы, получается вышестоящий наставник этой компании Skyway Capital, но под ними потом, если они свою реферальную ссылку начинают давать, начинает строиться структура, и эти люди закрепляются под вами. Что человека может заставить? То есть вопрос такой, который, в принципе, да на него просто ответить. Заставить человека не может ничего. Потому что, опять же, чем отличается бизнес MLM, либо бизнес по партнерским программам, каким бы то ни было, то есть человека заставить нельзя. Но, опять же, мы возвращаемся к чему. Если вы, Яна, обладаете определенным уровнем авторитета в своем окружении, и начинаете двигаться по схеме, которую рекомендуют все гуру MLM бизнеса, начиная, скажем так, от 10 уроков на салфетке, и заканчивая рэнди-гэджем, и еще большим количеством людей, которые, скажем, рекомендуют, как правильно развивать бизнес по партнерским программам, они все рекомендуют начинать с простого. То есть, если вы сами одухотворились чем-то, если вам понравилось что-то, да, вот, я не знаю, я сейчас просто говорю нейтрально, то вы просто-напросто сами стали партнером какого-либо MLM проекта, и начинаете рекомендовать это своему окружению. Причем вы правильно делаете, если рекомендуете, не перепродавая что-то, товары, либо услуги, да, а предоставляя полную информацию и показывая человеку выгоду, в чем его выгода, да, от потребления тех, либо каких-либо товаров, либо услуг. Вот. Если уровень вашего авторитета достаточно высок, если вы до этого времени, да, скажем так, делали людям много добра, вот, и они ценят ваше мнение, то оно как какое-то количество людей примут решение и пойдут следом за вами. Вот. Если до этого вы, скажем так, наделали кучу бед, да, там, для людей, если вы, скажем так, делали что-либо только исходя из своих корыстных интересов, вам будет сложнее. Хотя в этом случае тоже небезнадежно заниматься развитием партнерской структуры по нашей программе. Потому что есть еще такая сторона, иногда люди ошибаются. Действительно, если вы человек, как мы говорим, вменяемый, нормальный, приличный человек, да, то есть по мнению других людей, но влезли куда-то и кого-то за собой случайно утащили, ну, не разобрались до конца, да, вас обманули, может быть, вас и прочее, да. Если вы не стали только единственной целью и корыстной, чтобы вы сейчас как можно больше людей привлекли и отбили свои бабки, как некоторые говорят, да, вот, а дальше трава не расти, то всегда можно людям честно позвонить и сказать, ты знаешь, да, в нашей жизни с тобой был момент, который, в принципе, я вспоминаю, может быть, горечью, то есть я не разобрался и рассказал эту информацию, пошли мы с тобой вместе и там что-то потеряли. То есть если вы открытый человек и тот человек тоже вменяемый, который, скажем так, не обладает качеством, если его один раз кто-то обидит, то он всю жизнь это помнит и все время кусается, когда к нему обращается, да, он вас поймет, вот. Если вы занимались даже финансовыми пирамидами, Наталья, и такое бывало, да, ну, я думаю, что не все, однозначно не все, вот, но есть большое количество людей, которым пообещали быстрых денег, причем рассказали об этом так красиво, как обычно это упаковывают, да, там куча оберток и прочее, человек взял и поддался, вот, мало того, он еще с собой пригласил кучу, сам не разобрался, вместе они как бы гамбузом вложили деньги, выстреливаясь там этой пирамидкой и так далее, и так далее, вот. Но такое бывает, да. Обеспеченная старость это тоже хорошо, но, опять же, действительно, обеспеченная старость чем? Старость бывает разная. Мне очень понравилось выражение одного сетевика, который сказал, что старость бывает двух видов. Первый из них, вы сидите в кресле, завернутый в ковер, да, и играющие вокруг вас внуки иногда подбегают к этому креслу качалки, сзади бьет ногой и кресло качается, и второй, вы с этим внуком бегаете и запускаете, скажем так, воздушного змея. То есть это два вида старости, и они абсолютно отличаются. Так вот, в принципе, как человек может закрепиться за вами, это только, скажем так, ваши с ним договоренности, отношения. Почему мы говорим, что бизнес по партнерским программам это бизнес, основанный на человеческих взаимоотношениях? Будьте сами людьми, и за вами будут идти люди. Что еще хотелось бы сказать, то, что многие начинают поначалу, да, видя здесь, что здесь есть реферальные ссылки, да, вот как бы так, я вот, наверное, не буду общаться со своими родными и близкими, они мне, наверное, не поверят, раскидаю-ка я в интернете, там, где только можно, все эти реферальные ссылки и прочее, прочее, прочее. Ну, и, по сути дела, через какое-то время устают, потому что этот способ чуть-чуть работает, да, но, опять же, если вы где-то размещаете свои реферальные ссылки, и по ним кто-то куда-то переходит, и вдруг у вас произошла даже регистрация, в этом случае, да, вот, вам лучше что сделать? Найти этого человека в своей структуре, у нас, благо, открывается информация, телефон, если он указал скайп и так далее, выйти на него и сказать, что вы знаете, я вижу, что вы зарегистрировались в моей структуре и так далее, я там занимаюсь этим бизнесом серьезно, хотите, я вам помогу, вот. Основа данного бизнеса, в принципе, это помощь тем людям, которые следуют за вами. Поможете вы как можно большему количеству людей, да, соответственно, вы станете миллионером. Как говорит Роберт Киосаки в своей книжке «Квадран денежного потока», когда он общался со своим богатым папой, да, и богатый папа сказал, он говорит, ты становишься миллионером не тогда, когда обобрал миллион человек по одному рублю, да, или по одному доллару, а тогда, когда ты оказал услугу миллиону человек, и люди за это сами заплатили деньги. Хорошо, вот способы донесения информации, они разные. Опять же, буквально еще 30 секунд отвлеку ваше внимание, смотрите, вы можете действительно сами, если у вас есть опыт работы в MLM-бизнесе, доносить эту информацию. Ну, вот я просто, опять же, имел опыт общения с людьми, которые строили большие сетевые структуры в своей жизни, да, начиная, скажем так, от моего наставника в одной компании, которой я отдал более 10 лет, и заканчивая тем же Рэнди Гэйджем, вот. Они говорят простые вещи. Тот же Рэнди Гэйдж, который трижды, скажем так, у меня была удача с моей жизнью, да, я был на его вебинарах, точнее, на живых семинарах в городе Киеве, вот, причем Киев это был первый город, куда он вообще заехал, на территорию СНГ, и он сказал такую вещь, вот, я когда сотрудничаю с сетевой компанией, у него был большой опыт, да, там он сам проводил презентацию, много что делал, но потом я понял, что лучше бы, если бы моим людям рассказывал кто-то другой, да, вот вы слышали наверняка все, что лучше предоставить эту возможность своему наставнику. Вот Яна написала, что я не ответил, что им мешает, Яна, я сразу сказал, им ничего не мешает, да, вот, если люди вас не знают никаким образом, если ваши реферальные ссылки к ним не попало, они просто могут зайти на сайт, у нас много таких людей, которые просто шарились в интернете, у нас есть Яндекс.Директ, который заряжен тоже, да, на инвестиции, на бизнес в интернете и так далее, люди нажимают на эту кнопку, это от компании, и регистрируются под компанию, вот и все. Если вы, опять же, дали человеку реферальную ссылку, да, он вас не очень хорошо знает, и в этот момент вдруг проявляется, что его знакомый тоже, скажем так, занимается этим бизнесом, то высока вероятность, что он зарегистрируется под него, но тут мы сделать ничего не можем, да, потому что человек еще не зарегистрирован, он никаких обязательств перед вами, в принципе, не несет. Единственное, что если вы с ним поговорили, и у вас выстроили взаимоотношения, бывает ситуация, что иногда люди регистрируются именно под незнакомого человека, да, причины разные есть. Знакомый оказался не совсем порядочным по каким-то предыдущим моментам, вот. Некоторые регистрируются в пику, да, потому что видят тот знакомый, а вот, типа, там, я на него обижен, я лучше за кого-то другого. Но лучше регистрироваться, трезво осознавая и из добрых побуждений. Помимо того, что они у вас все грамотные и банковские, ничего все равно не меняет схему, да, вот, то есть вы их знаете, вы им просто предложили данную возможность, и вы можете сказать, ты знаешь, я сама в проекте уже немножко разобралась, я могу тебе помочь. Если на вас обиженных нет, то у вас сложности не будет. Если вы так скажете, что я помогу тебе при движении в этом проекте, да, и научу тебя делать простые шаги, высока вероятность, что они последуют за вами. Вот и все. Единственный момент, если вы с ними поговорили, они сказали, да, мы с тобой, мы с тобой двигаемся и так далее, тогда уж вы, скажем так, держите ситуацию на контроле и дайте свою реферальную ссылку, и, скажем так, лучший вариант даже будет, если вот вы зарегистрируете в скайпе, поделясь экраном, чтобы они зарегистрировались следом за вами. Освоить все достаточно просто. У нас на нашем сервисе Skyway Webinar, Skyway Capital, выложены видеоуроки, как делать целый ряд вещей в личном кабинете и так далее, и так далее. Разобраться в этом можно за час максимум. Это то время, которое вы можете себе заварить там три кружки кофе, отрезать три бутерброда с разными вещами, с креветками, с сыром, с колбасой, сесть, разобраться и все сделать. Я думаю, я ответил на этот вопрос. Если какие-то еще будут появляться, вы мне, пожалуйста, дайте знать. Теперь давайте разберем очень важный момент, называемый верификацией. То есть до восьмого этапа, и даже, скажем так, первой недели движения нашей компании по восьмому этапу развития, данная схема не была включена. Сейчас она включена, мы называем ее новой юридической схемой, хотя она не сильно новая, но тем не менее, для чего это надо? Это нужно для того, чтобы полностью идентифицировать тех, кто приобретает наши пакеты долей компании. Существует целый ряд юридических схем и законов в тех странах, где мы работаем. Сегодня более 90 стран, на территории которых люди стали инвесторами нашей компании. Там есть определенные законы, нарушать которые нельзя. То есть фактически нельзя найти страну, где, например, несовершеннолетним можно инвестировать в какой-либо проект. А есть страны, высоко развитые, в которых просто даже совершеннолетним, даже если у вас есть 100 тысяч долларов в кармане, тупо не разрешается принимать участие в высоко рискованных проектах. То есть это прерогатива опытных инвесторов, владельцев миллионных и миллиардных состояний. Наш проект, мы говорим, венчурный, поэтому, скажем так, есть набор стран, из которых стать инвестором, официально, легально, как мы говорим, наш проект нельзя. И для того, чтобы, скажем так, к нам меньше было претензий, возможно, в будущем, когда, вы знаете, мы планируем выходить на международный инвестиционный рынок и так далее, нас будут проверять. Если у нас что-то не будет соответствовать нормам закона, соответственно, у нас будут проблемы. Так вот, чтобы этих проблем не было, нам нужно идентифицировать тех людей, которые инвестировали деньги в наш проект, и которые стали нашими партнерами. Вот именно для этого введена процедура идентификации. Те из вас, кто приобретал пакеты долей компании в Skyway Capital, они помнят, что когда мы приобретаем какой-либо из пакетов, либо выплачиваем рассрочку, нам нужно заполнять анкету. Так вот, даже с целью того, чтобы это не делать каждый раз, если вы планируете в последующем докупать себе пакеты долей компании, была сделана процедура верификации. Единожды, если вы ее пройдете, один раз вот сейчас сделаете, вам в дальнейшем больше не надо будет править, за исключением тех случаев, когда вы, допустим, вышли замуж, у вас поменялась фамилия. Когда вы, допустим, изменили документ, потому что вы знаете, у нас есть страны, и при определенном возрасте, при достижении просто меняют паспортами, фотографии вклеивают, меняют документы. Соответственно, изменения вы сможете вносить, точнее подавать заявку на изменения в личном кабинете уже после того, как вы верифицируетесь. И служба реестра эти изменения внесет. Так вот, я знаю, что где-то неделю назад огромное количество инвесторов задались вопросом, когда они заходят в свой личный кабинет, и у них возникает такая табличка с надписью «Введите страну своего рождения, введите, скажем, страну сегодняшнего проживания и введите город, населенный пункт, в котором вы живете». Вот те, кто видел данную табличку, поставьте, пожалуйста, плюсики сейчас в чате, чтобы я понимал, что вы понимаете, о чем я сейчас говорю. Хорошо? Мне хочется, чтобы информация дошла и чтобы вы потом максимально быстро могли донести эту информацию всем своим людям, которые входят в ваши эйдерские структуры, чтобы они донесли ее дальше. Соответственно, эта табличка у вас высветилась, и лучшее, что вы могли сделать на тот момент, не вопрос нам задать, а просто эти данные ввести и нажать кнопку «Подтвердить». Если вы это сделаете, то ваш личный кабинет открывается, и вы могли в него заходить и делать то, что вам было необходимо. Копировать реферальные ссылки, раздавать их и так далее. Я сейчас включу рабочий стол и просто покажу вам этот пункт в двух кабинетах, которые у нас есть. У нас есть пока еще старый кабинет и новый кабинет партнера компании Skyway Capital. Я сейчас оба их запущу. Судя по всему, у меня программа сейчас подгрузилась. Я сейчас нажал «Начать трансляцию». У меня просьба такая. Видите ли вы мой рабочий стол? Да, СССР, если родились в СССР. Правильно уже Николай подправил. Видно, да, рабочий стол? Итак, коллеги, смотрите. У нас есть старый кабинет, старая версия личного кабинета. Вот она выглядит так. Слева у нас находятся пункты меню. Я просто свой аккаунт подтвердил, верифицировал, он у меня верифицирован. Найти, после того, как вы написали страну рождения, страну проживания и город, как я сказал, вы можете входить и выходить из личного кабинета, в принципе, к вам никаких претензий не будет. Но, если вы хотите пройти процедуру верификации, то вам нужно будет зайти в раздел «Профиль» с левой стороны, и здесь есть верификация. Нажимая на кнопку «Верификация», у вас загружается вот эта страничка, и если вы ее не прошли, эту верификацию, то вот здесь написано «Не изменить персональные данные» либо «Посмотреть», а здесь написано «Верифицироваться». Если вы выбираете кнопку «Верифицироваться», то вы начинаете заполнять таблички, в принципе, те же самые таблицы, которые вы заполняли когда-то, когда подтверждали покупку сертификата договором. То есть, там ваши личные данные на русском и английском языке, там ваши паспортные данные, ваша прописка, то есть, на каждой странице вы все это подтверждаете. Одна убедительная просьба, пожалуйста, пишите информацию о себе, ту, которая есть. То есть, во-первых, правильно свою фамилию, имя, отчество, правильно на английском языке свою фамилию и имя. Если вы не помните, если у вас в голове не отложилось, как это пишется, откройте свои загранпаспорта либо права водительские, в которых прописано правильно ваша фамилия и имя. Если у вас этого нет, просто зайдите, скажем так, в интернет-сервис, найдите наиболее достоверный и введите своими фамилии, чтобы вам выдало это на английском языке. То есть, вы все это заполняете, подтверждаете. После того, как вы заполнили все это, у вас здесь появляется надпись, что данные на проверке. Так вот, когда служба реестра проверит вашу верификацию, все ли вы правильно заполнили, потому что на последней странице верификации вам обязательно нужно будет подложить документ. Документ, свидетельствующий, что вы – это вы, в котором указана дата вашего рождения, в котором ваша фотография. И страница, если в вашем документе есть регистрация, если вы указали при верификации адрес, который соответствует тому, где вы прописаны в паспорте, все это делается быстро и так далее. Если в вашем паспорте нет страницы, которая подтверждает, что вы проживаете по тому адресу, что указали, вам нужно будет обязательно приложить документ, который будет свидетельствовать нам о том, что вы проживаете по тому адресу, оплачивая какие-либо услуги, соответствующие данным, указанным при верификации. Если все это в итоге совпадет, ваш возраст, который вы указали и так далее, то есть в паспорте, и то, что вы написали численно. Потому что уже с момента начала верификации было несколько случаев, когда пытались сделать подлог. То есть регистрирование несовершеннолетнего, писали, что ему больше лет, подкладывали документы, в документе все видно. Соответственно, данная, скажем так, верификация пошла в отлог. Она не пройдена. То есть вам нужно это сделать. Дальше. У нас есть новый кабинет. Выглядит он вот таким вот образом. Соответственно, здесь есть профиль и есть верификация. То есть я сейчас специально открыл тот кабинет, в котором процедура верификации еще не пройдена. Здесь необходимо, видите, ваши персональные данные и нажать кнопку запомнить. Вот я сейчас нажимать не буду, потому что у меня просто сейчас паспортных данных этого человека под рукой не оказалось, чтобы сразу все запомнить. Но тем не менее, вы нажимаете запомнить, у вас открывается первая табличка, где вписывается фамилия, имя, отчество по-моему, в номер документа. То есть и латинскими буквами. Потом вторая страница, третья, на которой вам нужно будет подгрузить документы, подтверждающие, что этот человек, этот человек. Если вы кому-то будете помогать, в принципе, все сделано довольно просто. Теперь, наверное, важный момент, на котором хотел... Правильно вот пишет Яна, как на платежных сайтах. Давайте вернемся к одной простой схеме. То есть у нас есть куча платежных систем, на которых мы имеем электронные кошельки. Правда ведь? Есть очень небольшое количество, которые у вас не пробуют верифицироваться, а есть огромное количество платежных систем, которые, скажем так, без верификации вам не позволяют полноценно использовать данный кошелек. Тот же Киви, например. Если вы не прошли верификацию, больше 15 тысяч рублей за раз вы не переведете. Тот же Яндекс. Мало того, есть сервисы, которые работают на определенных территориях, и если вы гражданин другого государства, вы там верифицироваться не сможете, либо вам нужно, скажем так, для этого отправлять пакет документов, почты, чтобы руководство этого, скажем так, платежной системы все проверило, подтвердило, и тогда вы сможете переводить большее деньги и прочее, прочее. То есть мы с этим сталкивались. Соответственно, мы компания, которая работает на рынке финансов, которая работает на рынке инвестиций. Мы говорили о том, что мы хотим максимально соответствовать всему тому, что правильно работает на этом рынке. И поэтому мы провели эту процедуру верификации, идентификации, как угодно это назовите. Теперь вот те тонкости, которых я хотел сказать, и которые были прописаны в чатах наших партнерств, что сегодня важный момент верификации, мы разберем. Смотрите. То есть верификация введена, и там стоит так называемый фильтр. Фильтр настроен таким образом, что если вы не верифицированы, то у вас возникает несколько проблем. Если вы, опять же, ситуация такая, если вы не верифицированы, под вами есть вновь зарегистрированные люди, которые не прошли верификацию и покупают пакеты, вот они пакет купили, но они не верифицировались. Такая возможность остается. Пожалуйста, он как бы так, купил пакет и не верифицирован. Деньги вам за это начисляться не будут до тех пор, пока ваш партнер не верифицируется. Это речь идет о разовых пакетах, о покупке разовых пакетов. Если у вас был партнер в структуре, который, скажем так, зарегистрирован давно, тоже не верифицирован, и он что-то купит сейчас, ну вы знаете, у нас люди докупают себе пакеты, то вам опять начисления не будут. Потому что начисления сейчас идут за разовые пакеты только от верифицированных партнеров. Именно поэтому, скажем так, важность сегодняшнего, может быть, вебинара, он не актив, может быть, какой-то информационный и так далее. Но, чтобы вы поняли, и донесли максимально большему количеству людей, чтобы они верифицировались. Мало того, если вы купили себе пакет, или бы ваш новый партнер купил пакет, и вы не верифицированы, сертификат компании Skyway Capital, и занесение вас в реестр корневой компании не состоится до тех пор, пока вы не верифицируетесь. Да, вы деньги заплатили, да, вы что-то оформили, но до конца не оформили, не прошли верификацию. Соответственно, вы так и будете висеть до тех пор, пока не сделаете три этих простых вещи. Сама верификация занимает 3-5 минут максимум. Но, если вы этого не сделаете, не будет ни сертификата, и вас в реестре не будет. Вот тех данных, которые вновь покупаем на сертификаты, начиная, скажем так, с момента ведения верификации. Еще один очень важный момент, на который можно тоже знать, у нас люди говорят, да, можно забить на это, я не буду верифицироваться. То есть, если вы не верифицированы, и под вами проходят проплаты, и люди верифицируются, которые покупают, вам начисления на бонусный счет идут. Но есть одна тонкость. Если вы не верифицированный партнер, вы деньги не выведете. У вас может накопиться на бонусном 100 долларов, 500 долларов, 1000 долларов. Вы не видите ни копейки, пока не верифицируетесь. Вот так сейчас настроена данная схема. Поэтому верификация очень важна для всех, а для тех, кто зарабатывает деньги, тем более важна. Потому что, если вы не верифицируете свой аккаунт, деньги вы вывезти не сможете. Началось это, скажем так, ну, наверное, 7-10 дней назад. Потому что первые, скажем так, сейчас я даже, может, число вспомню. У нас сегодня 18 ноября. Первый вебинар по верификации у нас состоялся. Да, это было на прошлой неделе, наверное, со вторника. С прошлого вторника где-то началось, используя данные схемы. Но смотрите, что важно. Если вы не были верифицированы, или партнеры под вами, точнее, в первом поколении, например, 3-4 человека купили пакеты, вам деньги не начислены. Но как только они верифицируются, сразу вам идет начисление на ваш бонусный счет. И вот этот фильтр отключается. Если вы верифицировались, то есть вам потом уже автоматом, как и было раньше, то есть фильтр висит до тех пор, пока не пройдет верификацию те, кто платит под вами, пока не пройдете верификацию. Как только все это будет происходить, как только вы точнее все это подтвердите, движение пойдет по прежней схеме, и любая проплата в глубине будет вам тут же, скажем так, начисляться, вы сможете это дело выводить. Что касаемо создания будущего, скажем, будущего своего банка. Вы знаете, я не берусь на это утверждать, я ни разу не слышал нигде, чтобы мое руководство, там, компания Skyway Capital, либо компания струнной технологии, Анатолий Дарасович Юницкий, либо Бабурин, говорили о том, что мы будем создавать свой банк, потому что тут вопрос всегда встает такой, а для чего? То есть смысл создания... Вот я еще раз сказал, Татьяна, вы можете быть неверифицированным, а если человек сегодня купил и верифицировался, вам деньги упадут, но вы их вывезти не сможете. Ну, касаемо триллионов, давайте до них доживем. То есть в каком виде эти триллионы появятся, то есть если вы говорите о том, что мы будем создавать адресные проекты, которые будут стоить денег, соответственно, какие-то деньги будут где-то лежать, но нужен ли нам для этого банк? Все будет возникать по мере надобности и необходимости. Если компания посчитает, что нам нужен свой банк, соответственно, по мере развития нашего проекта, если будут появляться люди, будут брать специалистов в этой сфере и может быть этот банк будет. Я не буду сейчас утверждать, будет он точно или нет, но на данном этапе, насколько я понимаю, нам свой банк пока не нужен. Да, было бы удобно, может быть, имея свой банк, осуществлять платежи, скажем так, через наш банк, чтобы клиенты могли прямо через банк покупать что-то и так далее, но поймите правильно, это сейчас огромные расходы, это сейчас огромный, скажем так, класс работы в этом направлении, но если я скажу просто, сейчас некогда этим заниматься, наверное, я буду прав, потому что сейчас вот в Минске, например, все, что есть вообще, брошено на то, чтобы продемонстрировать в конце ноября в действующем виде, без проблем, без сучка изоторинга, действующий транспорт. А то, что касаемо еще, вот смотрите, Татьяна, скажите, вот человек, который сегодня под вами проплатился, вам пришло начисление, он взял себе рассрочку или он купил просто разовый пакет? Вот для меня этот вопрос очень важный. Вот кто-то написал, я не знаю, Ан, да, нельзя так делать, брать и внезапно делать фильтр. Надо дать людям время до Нового года пройти верификацию. Скажите мне, пожалуйста, что сложного в том, чтобы зайти в свой личный кабинет и за три минуты сделать верификацию? Вот до Нового года вам нужно время. Я не пойму, почему столько времени вам нужно для того, чтобы верифицироваться. Вы что, кнопку нажимаете раз в шесть часов пальцем? Или что? Так, как совмещается старый и новый личный кабинет? Если сертификаты в старом, они... Сейчас все пока дублируется. Старый и новый ЛК, именно касаемый капитала, оно дублируется. И там, и там отражается информация. Вы можете уже смело, в принципе, переходить на работу в новом кабинете, давать ссылки оттуда и работать только в нем. Вот, Татьяна написала, рассрочка, очередной платеж. Когда я только начинал рассказывать про начисление по партнерке вот сегодня, с верификацией, я говорил, что у рассрочки другой механизм. Сейчас привязка идет к разным пакетам. Рассрочка продолжает идти начисление, там этот фильтр не установлен. Вот. Но по последнему платежу рассрочки вы ее не получите, пока человек не верифицируется. Ничего сложного, это недисциплинированные люди. Ну, я думаю, что Наталья написала про недисциплинированных людей, касаемо того, что люди хотят до Нового года верифицироваться. Давайте мы вам 17-й год еще дадим для этого. В Новом не подтверждается телефон. Но я думаю, доработается, Николай. То есть, я думаю, осталось там 10-14 дней для того, чтобы вообще, скажем так, мы уйдем от старого личного кабинета, а новый будет полностью функционален. Ничего большого я не вижу. Даже если у вас громадная структура, если вы дадите людям информацию сегодня, вашим лидерам структуры, они дадут дальше, у вас люди за 3-4 дня все пройдут верификацию. Даже если у вас там десятки тысяч людей. Если не вы сами всех этих 10 тысяч человек подписывали лично, да, тогда у вас проблемы. Тогда вам нужно будет всех обзвонить по скайпу либо по телефону. Ничего сложного нет. Григорий Михайлович, какое объявление вывесить? Подскажите. Я, в принципе, сам сторонник того, что мы давно сделали рассылку касаемо верификации. И сейчас она, по всей видимости, готовится. Вот. Ну, о чем вывесить объявление? О том, что если вы не верифицированы, вы, скажем так, можете не получать доначисления по партнерской программе и не сможете выводить деньги. В таком стиле сделать объявление? И касаемо то, что Наталья написала, что должен быть порядок, да, вот. Вот Наталья написала, одну минуту заняла верификация. Что сейчас городить, скажем так, огород и кого-то обвинять в том, что вот вы неправильно сделали, надо было подождать до Нового года. Если бы мы подождали до Нового года, да, то первого числа вы написали, что а почему не до 23 февраля? Григорий Михайлович, в принципе, сейчас баннер, когда при входе человек в кабинет первый раз входит, он давно в нем не был, да, у него высвечивается табличка такая. Подтвердите страну рождения, страну проживания и город, где вы сейчас живете. Вот. А касаемо рассылки по верификации, каемся, да, мы знаем. Вот. Объясните мне, вот я не знаю, как к вам относится Анна или Андрей, да, либо кто-то еще, может это ваше имя и фамилия, почему до конца ноября? Верификация длится, она и длится, ради бога, вот когда вы ее сделаете, тогда она для вас будет работать. Понимаете? Никто вам не говорит, что вот если вы сегодня ее не сделаете, то у вас все небо упало на землю. Но просто знайте, что если в вашей структуре будут неверифицированные партнеры и они будут платить что-то покупать, начисления под тем людям, под кем они будут, идти не будут. Вот и все. Я же вам не сказал, что вы должны пройти верификацию там до 23 часов, например, 19 ноября, да, вот, либо до утра, до начала наступления под Сталинградом, блин. Понимаете, да? Правильно, в этой верификации должны быть заинтересованы и вы сами, то, что вы полностью ввели правильные деньги. Вот, правильную информацию, извините, о деньгах сейчас я почему-то вспомню. И нам, конечно, выгодно, чтобы все данные, которые вы туда ввели, чтобы это было достоверно и чтобы мы не имели дела, а у нас было поначалу, что люди регистрировались, писали вымышленные какие-то имена, фамилии и потом еще, скажем так, гордо говорили, а что я буду вам давать свои данные, хотя человек потратил свои деньги. То есть я вот не понимаю, какое полушаривание было включено в этот момент. Как вы будете пользоваться этим пакетом? То есть вы не сможете. А я, говорит, буду с вами судиться. Ну вот и думайте, кто этого человека пригласил? То есть проверял ли у него медицинские документы и так далее. Да, в новостях есть информация, но мы, может, не сделали это широко, хотя я стараюсь на своих вебинарах, я прошлую пятницу еще давал, пошагово мы проходили, как эту верификацию делать. И, кстати, в этот вебинар есть записи. Если вы найдете запись вебинара по партнерской программе за предыдущую пятницу, неделю назад, во второй его части мы говорили о том, как пройти верификацию. Вот и все. Да вообще к деньгам нужно относиться серьезно. Правильно вы написали, что там наследство, не наследство, не важно. Вы делаете какие-то шаги. Вообще в своей жизни любые шаги нужно делать трезво и серьезно. Но это мое понимание. То есть в нашей жизни нет ничего такого, что не должно привлекать ваше внимание. Бездумно вообще делать ничего не надо. Вы знаете, когда он пройдет верификацию, почему он не сможет зайти в ЛК? Я вам сейчас только что показывал свой личный кабинет. Вот и все. То есть верификации вы не меняете ник никакой. Вы там не меняете адрес почты вашей регистрации. Вы просто себя идентифицируете как личность. Данные менять, которые были у вас при регистрации указаны, вы можете только тогда, когда верификацию вы прошли. То есть заполнять те графы, которые вы хотите поменять, и у вас тоже это пойдет на рассмотрение в компании. Вот таким вот образом. Вам не нужно фото паспорта вносить. Вам нужно будет вносить сканированную первую страничку вашего документа, где есть фамилия, имя, отчество и ваша фотография. Там не фотография отдельно взята, а целая страница документов. Вот такая информация на нашем сегодняшнем вебинаре. В принципе, я вам благодарен за то, что вы много вопросов задали. Значит, тема вас затронула. Вот вы упорно начинаете писать и гнуть свою линию. Вы знаете, я сейчас могу с вами согласиться и просто забуду то, что вы пишете. В том плане, что мы не на заводе, людям надо дать время на исполнение. Какое? Вот напишите мне сейчас время, которое нужно на исполнение, заполнить, скажем так, три графы и подгрузить паспорт. Что значит до конца ноября? Вот вы сейчас захотите верифицировать свой личный кабинет, зайдете в него. У нас сегодня 18 ноября. Вы что, будете, блин, 12 дней заполнять документы? Ёки-палки. Ну, объясните мне. Яна, вы какую опцию не можете найти? Я только что показывал личный кабинет, где можно найти кнопку верификации. Я сейчас это повторю. Я сейчас включу личный, точнее, поделюсь рабочим столом и покажу в двух личных кабинетах. Вот. Я сейчас вам не покажу, куда нужно вносить фото. Вам нужно сначала заполнить первую графу, первую табличку, потом вы переходите на вторую табличку, заполняете, потом третью, и внизу там будет написано, подгрузите, пожалуйста, документы, идентифицирующие вас, внизу. Вы нажимаете кнопку загрузить, у вас открывается окно вашего компьютера. Вы выбираете этот файл со своего компьютера, нажимаете открыть, он подгружается на компьютер, и дальше справа кнопка загрузить. Нажимаете кнопку загрузить, и файл закачивается на компьютер, точнее, в наш личный кабинет. Следующий документ. Нажали. Да не надо кнопки вам верификации, вы заполните все данные, которые у вас там есть. Нажмите, что вы прошли это дело, и у вас высветится надпись, что ваша верификация там на ожидании и так далее, на проверке. Вам не надо кнопку нажимать верификации. Сейчас я открываю личный кабинет. Плюсики поставьте, если видно рабочий стол. есть старый кабинет. Слева у нас есть меню в личном кабинете, когда вы зашли. Вот здесь плюсик есть, профиль написан, и первое, что идет, верификация. Выбираете верификацию, и у вас здесь будет кнопка заполнить данные или пройти верификацию. То есть нажимаете ее, и начинаете идти пошагово. Новый кабинет, профиль, верификация. Нажимаете верификацию, у вас загружается страница верификации. У меня просто вот, и здесь ваши персональные данные заполнить, видите, нажимаете заполнить, и процедура та же, вы заполняете те же самые три страницы, в конце, на последние из них вы заполняете, точнее, подгружаете документы, и у вас все проходит. А ребенка вы сможете верифицировать после верификации себя. На той же странице есть вписатель несовершеннолетнего. И там будет та же самая анкета, проходите те же самые пути. Вот и все. Сложного ничего нет. Начните с себя, потом верифицируйте несовершеннолетнего. Если у нее свое ЛК, то тут уже сложности могут возникать. Это, наверное, надо выяснять непосредственно, уже обращаясь к руководству, что с этим совсем делать. Если у вас уже были оформлены на нее сертификаты, ну, не переживайте, они оформлены, то есть, как бы так, этот сертификат есть, в реестр внесли. Но все, что происходит у нас с восьмого этапа, мы к этому относимся более щепетильно, соответственно, скажем так, верификацию будем проходить. Если, я думаю, ваш ребенок, у нее есть свой личный кабинет, и он не строит партнерской программы, то, в принципе, этот личный кабинет, ну, по большому счету, очень сильно вам и не нужен. Правильно? Если вы не пытались, неэффективно, я неправильно сказал слово, если вы не пытались строить под ней структуру, с надеждой о том, что вот эта структура наработает на ее личный кабинет денег, и она у вас в последующем будет обеспечена. Это одна из больших ошибок, которые делают огромное количество людей, открывают личный кабинет, и на своих родных и близких, и пытаются за них им строить структуру. Мало того, некоторые даже им сертификаты покупают за свои деньги, в надежде, что они станут хорошими в их глазах, их полюбят и будут таскать на руках. Как правило, все приходит в обратную сторону. Даже если им какое-то количество денег заработаете своими действиями, они через какое-то время будут конючить и говорить, слушай, а что ты денег мне больше не даешь? А делать сами ничего не будет. За редким исключением. Да, все правильно. Никогда не делай за человека больше, чем он может сделать сам. Вы никого не сделаете счастливым более того, чем он хочет этого сам. Вы можете разбиться в лепешку, скажем так, объясняя ему, что на том берегу реки, скажем так, вода слаще, трава зеленее и так далее, и так далее. Вы можете даже в эту реку прыгнуть и тащить его до середины реки, пока у вас силы будут, но вы утонете, а он утонет следом за вами. Name Yen это Name именно на английском языке. Ребят, там читайте внимательно, там на русском вы вводите, да, либо на языке, скажем так, той страны, в которой вы живете. Вот для тех, кто зарегистрирован на территории Российской Федерации, данные, которые нужны на русском, вы ни на каком языке не введете. Но если вы находитесь в Европе, там будет позволено вам, я общался с программистами, вы можете заполнять на немецком, но там, где написано Yen, это английский язык, и это очень важно. Данные на английском языке очень важны. Именно они идут в реестр, да, записанный, скажем так, на Кипре и так далее, и так далее. Вот, пожалуйста, не ошибайтесь в них. Ну что, коллеги, очень рад общению с вами, да, мы с вами уже целый час находимся в комнате. Всем хороших выходных, всем здоровья, любви и денег. Я надеюсь, что говорил все-таки сегодня понятно, хотя, всякое может быть, да. Вот, поэтому, если вам нужна будет запись этого вебинара, вы сможете найти, я думаю, где-то в понедельник-вторник на нашем канале вебинарном. Если есть все-таки желание, что-то непонятное, вы хотели бы увидеть, как проходит процедура верификации, пожалуйста, найдите запись за прошлую пятницу, она была выложена, по-моему, два дня назад на нашем вебинарном канале. Можете не смотреть первую часть, там где ролик про маркетинг, если вы все это знаете. Посмотрите, там буквально 10 минут окончания вебинара, где мы нажимаем кнопки и проходим верификацию. Я это все делал, делясь своим экраном, и все это записывалось с экрана. Всем огромного счастья, здоровья, успехов, ну и до новых встреч на следующей неделе в том же формате на нашем канале. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok